71 и вопрос такой в этом ролике будет как сделать при рендере задний фон прозрачным ну первым делом давайте установим мал мал камеру семерка на нампаде смотрим как это все дело r где-то перекручиваем вот таким вот образом смотрим 0 на нампаде вот такой будет внешний вид вот так все будет выглядеть можно камеру еще ближе приблизить или отдалить так 0 снимаем устанавливаем свет чтобы все было освещено нормально также заходим в шейдинги можно тут чуть-чуть поработать подобавлять разных шейдингов для внешнего вида я тут немножко экспериментировал вот с этими с лаками шероховатостью вот можно ставить так отблеск так прозрачность вот можно прибавлять уменьшать таким вот образом условно можно полазить прикольно тут вот средний шероховатость опять же поворот анизотропии волшебные слова интересные вот такая штука блики можно поставить чуть-чуть вот такой вот глянец будет как игрушка под лаком так тире лоуд и погнали к нашей теме нужно открыть функцию вот этот называется output properties найти вывод тут этот нажимаем на папку и открывается именно вот это вот окошко куда вы хотите сохранять нажимаем допустим десктоп и принять прописываем именно будет сохранение идти на рабочий стол здесь выбираем формат пнг jpeg bmp вот любое можно ставить вывод цвета rga rgb и bw так сжатие вот можно устанавливать ну и смотрим что получается нажимаем рендер рендеринг изображения так вот это стоит прозрачный фон давайте посмотрим где он установил установлен так заходим вот в эту функцию и находим пленка вот это вот фильм по-английски будет здесь написано фильм так это размер фильтров 1 25 пикселей и вот с прозрачностью ставите если прозрачность стоит будет задний фон прозрачный если галочку убрать и опять сделать рендер то фон будет темный вот туда темный фон и вот так все это дело выглядит давайте посмотрим теперь как выглядит все это на выводе на выходе задний фон прозрачный давайте посмотрим темный фон вот так еще сохраняется с пустым фоном вот так уже он с белым фоном вот так он с темным фоном белый темный смеет